здравствуйте друзья меня зовут максим вы смотрите канал заквайс основной новостью для россиян на прошлой неделе это были выборы я думаю что в курилках многие люди обсуждали результаты об этом я сниму отдельное видео а вот новость которая на мой взгляд после выборов вторая главная как-то очень слабо обсуждается в паблике а между прочим новость весьма знаковая речь идет о создании министерства госбезопасности мгб для тех кто немножко знаком с историей ссср это весьма и весьма характерное название достаточно имперская связывают это название с лаврентием паучем берий вот желающим могут посмотреть в интернете покопаться на википедии почитать что это такое за организация вот и учитывая что фактически сразу после выборов владимир путин принял решение о создании учреждения такого ведомства говорит очень о многом видимо господин путин весьма весьма переживает чтобы президентские выборы прошли на достаточно высоком идейно политическом уровне и в правильном формате вот для тех кто не в курсе что будет представлять себя новое ведомство если помните раньше был кгб потом после развала сэр создали фсб потом всякие фсо фапси и так далее и тому подобное ведомство плодились как грибы вот люди работающие в этих ведомствах менялись пиписьками и корочками у кого статус выше периодически пальма первенства в приоритетах в эксклюзивности полномочий перепадал тому или иному ведомству сейчас после того как будет создано вот этот министерство госбезопасности мгб министерство госужаса вот это новое ведомство включит себя все силовые структуры то есть это будет объединение фсб фсо и в том числе службы внешней разведки сами понимаете какие достаточно высокие полномочия будут у этого нового ведомства что я вижу я вижу что страна ваша замечательная российская федерация идет полным курсом к северной корее то есть даже по результатам выборов было все сразу понятно абсолютно то есть что и если такое ведомство будет учреждено и запустится в кратчайшие сроки это значит что население будет взят под тотальный контроль вот я не думаю что прямо с места в карьер это министерство госбезопасности начнет добрую традицию лаврентия паучи сделает 37 год реальностью скорее нет времена сейчас другие сейчас стоят совершенно другие задачи хотя я думаю что так или иначе борьба с инакомыслием она реально и сильно обостриться потому что в том формате в котором нужна страна путину а это понимаю что он собирается и дальше дальше баллотироваться и не то есть если кто-нибудь из партии жириновского может быть даже сам господин жириновский выступит с инициативой учреждения должности царя пожизненные вот то есть все идет к этому необходимо стабильность и правила игры которые не меняются на долгие долгие годы скорее всего что до президентских выборов дадут возможность определенной категории граждан которые не согласны с текущей политической ситуации в стране и страны уехать те кто проявляет активную гражданскую позицию им дадут возможность уехать а вот что будет после президентских выборов это бабушка на 2 сказал но и вообще собственно говоря как с вами выбор будет проходить проходить потому что по некоторым непроверенным источником ходит опять же случилось что вполне вероятно будут досрочные выборы президента потому что зачем собственно говоря власти тянуть резину сейчас она благоприятная обстановка уровень населения который придет голосовать будет крайне мал тем более что после выборов в госдуму у тех кто еще хоть как-то интересовался посчитает ли его бумажку или просто и подотрутся то теперь как бы и даже у них я думаю иллюзии нету то есть поэтому на голосование придет строго то количество людей которые необходимы для того чтобы выборы считались состоявшимися и все вот ну и соответственно скорее всего любая деятельность которая идет в разрез с официальной позиции то есть любое любая позиционная деятельность будет признана с точки зрения властей кремлевских подрывной и я думаю что будут принять соответствующие статьи и соответственно заработать каратин механизм вот но опять я думаю что это не сразу заработает будут какие-то естественно показательные порки для того чтобы все увидели к чему ведет активная гражданская позиция вот но пока мне кажется что время еще немножечко для тех кто хочет уехать из страны она есть что будет дальше бабушка на 2 сказал вполне вероятно что и ведут выездные визы вот такая информация которая хотел поделиться хочу услышать ваши комментарии что вы считаете по поводу вот этого замечательного ведомства министерства гос ужаса фор и хорошего вам дня надеюсь что с вами все будет хорошо а